всем привет кого не видела итак приступаем будем рисовать розовую пантеру для этого берем простой карандаш схематически что схематически приступаем к нашему рисунку для этого можем наметить линии которые приблизительно будет понятно где какая часть тела проходит вот такая у нас будет розовая пантера для начала мы рисуем такой треугольничек с не острыми краями и два вала два вала они немножко идут в разных направлениях один идет по направлению животику вниз а второй идет нижней части тела и рисуем треугольничек острый это будут ножки и два вала это было лапки схематический рисунок мы можем уже больше прорисовывать контуры рисуем в этом треугольнички еще прорисую мордочку вот такое сердечко в этом сердечке сразу же намечаем треугольный носик можно отметить ушки у него небольшие ушки два кружочка и когда вы уже увидите форму почти полностью завершены вы можете нарисовать глаза глаза вот такие большие два овала можем уже взять карандаш или фломастер и обводить еще наметим его лапки 1 у нас идет в локте согнутая а второе намахает и хвост прорисовать вот такой у него красивый загнутый хвост когда вы наметили все карандашиком теперь уже легко нам обвести контуром и потом раскрашивать на самом деле сейчас то уже популярны хотя и старый персонаж часто вы можете видеть его на футболках или на рекламах очень симпатичный такой вот такой рисовываем же даем объем лапкам просто параллельную линию дублирующую очень простая фигурка когда вы поймете что есть несложная схема я думаю всех получится такой хвост буква с тоже проводим дублирующую линию также у него животик животик тоже дублирующая линия по кругу вот все очень просто теперь можно разрисовывать начать прежде чем разрисовывать конечно лучше стереть наш карандашик вот мы стираем наш карандашик об рисуночек был чистый красивый также не забудем у него есть черные глазки и черные бровки и усики и улыбка также у него немножко прикрытые глазки и они желтого цвета и ушки тоже мы делаем дублирующую линию чтобы были ушки видно красивее теперь берем потом яркий розовый фломастер или карандашик что у вас есть и раскрашиваем делаем более светло розового можно оставить белые части или делаем более ярко розовую и светло розовую я вначале нарисую глазки желтые теперь я возьму розовый карандаш и буду раскрашивать нашу пантеру можете также вокруг пантеры нарисовать отпечатки ее лапок лапки у нас рисуется вот такой овальчик подушечки и три пальчика можете их нарисовать больше или меньше вот такие лапки это можно также нарисовать на футболочки или на открыточки это модно и красиво получится футболка такая и раскрашиваем раскрашиваем лапки оставляем немножко более светлые части внутри и снаружи более яркого розового цвета я не могу рисовать заново потому что я его начала рисовать слишком маленьким ну смотри если ты рисовал простым карандашом можно стереть если рисовали уже сразу фломастером то конечно лучше взять тогда другой листочек значит мы взяли два розовых цвета более яркий и светло-ярко-розового цвета чтобы у нас она немножко была контрастная внутри оставляем светло-розовый так рисуем более темно-розовым также мы нарисуем еще отдельно лапки это будет красиво стильно смотреться как будто пантера прошла и оставила свои отпечатки можно показать да конечно показываете кто показывает мария замечательно очень красиво молодчина носик нарисуем и красненький чтобы он был более яркий сюда подойдут любые красивые такие яркие цвета розовые вот такая яркая красивая розовая пантера у нас получилось можно оставить белым животик и мордочку у нее рисуем синего муравьева тоже желательно начинать рисовать простым карандашиком для того что если у нас тут не получится чтобы потом могли исправить значит намечаю такой крючочек вот такой длинный длинный крючок если кому сложно увидеть крючок может нарисовать просто овал а потом уже внутри делать туприрующую линию которая будет видно что то его голова и нос и также прорисовываем большое тело тоже как капля форме капли когда вы увидите форму получившуюся можете добавить ножки добавляем и ручку назад он держит вот когда у нас получилась такая форма мы уже тогда рисуем глаза его большие овальные глаза и брови также непонятные ушки похожи на зайчика такие ушки и такой интересный нос потом мы прорисовываем ему он в каком-то комбинезончике прорисовываем штанишки и уже тогда когда у нас есть контуры рисунка обводим это все фломастером или если нету фломастера то карандашом ярким каким-нибудь можно черным поскольку он у нас синий значит я обвожу синим фломастером большие овальные глаза он обычно тоже мешает розовой пантере также хочет съесть муравья но самый образ забавный вот такой у нас получается синий муравьев тело в форме капельки а это муравьев а я думала это слоник нет это муравьев но он немножко стилизованный поэтому него нос длиннее чем в обычной жизни вот такой забавный персонаж нарисовали контуры мы стираем резиночкой карандашик и можем если у вас есть карандаш можете сделать карандашом тогда будет более красивый нежный цвет голубой я делаю карандашом также карандашом можно сделать много объем с помощью теней надавливать более сильно и более слабое делать также можно сделать два цвета один на мордочку и более светлые и на костюмчик более темный что это и и и и и и и и можно также придумать свои цвета если кому-то не нравится синий или голубой можете сделать своего цвета придумать я например сделаю костюмчик зелененький и и и и и и и и и вот у нас такой забавный получается муравь лет также можно смешивать карандаши с фломастером чтобы был объем не более четкие штрихи дает нам карандаш и более яркий цвет дает на фломастер замечательно успевает все прорисовать можете еще фон придумал он был более красочный более забавный еще у нас остается такой вредный человечек который постоянно мешал розовой пантере и делаем всякие неприятные вещи но всегда справлялся можно нарисовать для начала форму яичко форму яичко а потом уже сделать вот так сторону носик и будет вот такой вредный человечек него тоже вот такие большие овальные глаза и брови брови обычно дают характер так что не забывайте бровки прорисовывать тоже сильно бровка получается вот такой у нас получился вредный носатый человечек можете также любого цвета который вам нравится можете его нарисовать он периодически появляется в разных в разных ситуациях настя руку поддела ты что-то спросить хотела показать она хотела умничка молодец очень красиво молодец наста это называется такой вредный маленький мужчина с длинным носом каждой серии он появляется в новом амплуа он был маляром строителем поваром когда мы наметили карандаш когда рисуем контур стараемся вести медленно фломастер или чем вы обрисовываете или перманентным маркером чтобы линия была ровная и красивая и старайтесь не отрывать и большие выпуклые овальные глаза бровями если вы обводите фломастер можете немножко слегка подуть чтобы фломастер потом не размазался то вы стираете простой карандаш ну сейчас тепло летом фломастер высыхает быстро ну оригинальном в оригинальной фотографии он белый но вы можете придумать свой цвет каждый может придумать своего цвета я его нарисую светло-коричневым ближе к желтому рекомендую раскрашивать карандашиком когда получается более ровный и красивый цвет а фломастером уже добавлять яркие детали также начинаем растушевывать цвет от краев средине среди на оставляем чуть-чуть светлее это придает объему более красивый рисунок получается также можете смешивать несколько цветов и также можете смешивать рисунок карандашов карандаши плюс фломастер или можете даже с красками вот и например более яркую тень добавляю уже фломастер также рисуем от края среди не делаем мазки винил показывает и арина показываете да молодец здорово очень красиво умница молодец и даниил и арина большие молодцы молодцы ребята здорово справились очень красиво да очень красивые яркие получились вас персонажи умница да я вижу мария молодец здорово очень красиво молодец 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 Кто успевает, может немножко фон нарисовать. Можно даже написать какие-нибудь надписи, например, розовая пантера. Это будет пинг пантер. Я вот здесь сбоку напишу пинг пантер. Чтобы рисовать какую-то надпись, нужно провести условно ровную линию, на которой будут потом уже наши буквы вырисовываться. Также я рекомендую сначала карандашом. Продолжение следует... Вот простая надпись. Пинг пантер. И также можно ярко-розовым фломастером или красным написать такую надпись. Продолжение следует... Да, ты что-то спросить хотела или показать? Показать. Умничка, молодец. Можешь только чуть-чуть ближе? Давайте ближе к камере. Молодцы, очень здорово, очень красиво. Молодцы, молодцы, ребята. Вы просто супер. Вы меня радуете, вы очень красиво рисуете. Молодцы. И напишем слово пантера. Можете писать по-русски, если вам сложно на английском. Можете писать по-русски. Сейчас я раскрашу розовым. Можно также разноцветным сделать. Можно каждую букву, если вы пишете, делать разными цветами. Тоже получается очень красивая надпись. И даже если есть какие-то неровности, они незаметны. Да, что? Я нарисовываю. Что говоришь? Я нарисовываю. Лёва показывает в камеру. А Лана еще показывала. Да, моя мама чуть-чуть, конечно. Ой, как здорово. Молодец, Лёва. Очень красивая пантера. Да, такая стильная стоит. Вид? Да, здорово. Здорово. Молодец, Лёва. Кто еще показывает? А Лана и там, где написано Александр Друс. Вон Лёва еще показывает этого смешного человечка. Молодец, осталось. Можно раскрасить, можно ставить таким. Сейчас еще посмотрим, кто показывает. Секундочку, кто показывает? Я не вижу больше никого. Алана показывала. Алана, ты что выключила? Мария, Поля, Александр. Ой, как здорово. Молодец, Поля. Вижу, очень красивый у тебя муравьев. Да, такой прикольный, веселый, такой синий, с желтыми глазами. Очень красиво. Здорово. Молодцы, ребята. Вижу, Алана, вижу. Умница. Молодец, красиво. Умничка большая. Александр, здорово. Молодцы, ребята. Очень хорошо. Но мне чуть-чуть помогла сестра, конечно. Ну, ничего страшного. Замечательно. Это хорошо, что помогает сестра. А как зовут последнего персонажа? Его зовут просто злой такой мужчина, который вечно в разных сериях является в разном амплуа. Просто он такой вредный, бегает и делает какие-то неприятности. Лола, ты что-то хочешь спросить? Можно показать? Да, конечно, показывайте. Не можно, а нужно. Умница. Молодец. Только камеры, чуть-чуть ближе к камере. Немножко правее, правее. Еще, еще чуть-чуть правее. Еще. Ага, вот так. О, замечательно. Теперь мы видим розовую пантеру с лапками. Здорово. Очень красиво. Молодец. Да, и муравьи ядовители. Здорово. Что хочешь показать? Показывай. Только ближе к камере. Ух ты, здорово. Ты нарисовала как будто три открытки. Молодец. Здорово. Да, можно их теперь вырезать и подарить друзьям или родителям. Молодцы. Или себе оставить. Молодцы. Красиво очень. Так, я дописываю нашу надпись. Так, вариант, я сказала, что можно буквы делать разных цветов. Но можно и не делать. У кого какая фантазия. Это кто успел уже все нарисовать, может написать на. Раскрасить. Или если есть желание, может нарисовать что-то еще свое. Есть еще немножко времени. Еще 15 минут. Кто хочет, может нарисовать какого-нибудь своего любимого персонажа. Также, если нету много цветов, когда вы рисуете надпись, можно их чередовать. Например, взять три цвета и чередовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, вот так вот у меня получились мои персонажи. Очень красиво. Спасибо, Солнышко. Дорисовывайте, кто не успел еще нарисовать. И показывайте. Спасибо. Кто еще какие-нибудь фильмы любит? Леди Баг и Супер Кот. А, мы уже рисовали Леди Баг и Супер Кот. Я люблю Тик и Лео. Тик и Лео? Ну, давайте попробуем тогда нарисовать Тик и Лео. Да, тоже очень красивый мультик. Да, что ты хочешь спросить, Матвей? Я хочу показать. А, показывай, конечно. Ух ты, здорово, красота какая. Молодец. Ты уже даже фон им придумал. Молодец. А что это такое синяя? Это вода. А, вода, понятно. Очень красиво. Молодец. Молодец. Александр, ну, это не Александр, да? Это девочка какая-то. Александр. Александра. Показывай. Чуть ближе к камере. Еще чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Меня зовут Роми. Понятно. Немножко выше. Можешь показать? Чуть-чуть-чуть совсем выше. Ой, молодец. Здорово. Очень красиво. Да, такая веселая у тебя пантера. Здорово. Молодец. Молодец. Очень здорово. Молодец. Красиво. А это такое? Да. Что-то будет. Слушай, ты что написала. Да. Ты сегодня большие умницы. Молодцы. Очень красиво рисуете. Да, это классно. В основном все рисуют фломастерами и карандашами, да? Не больше понравилось это. Наверное, любимые. Это просто легче. Носик должен быть такой более длинный. Такой, видишь? Да, я. Поэтому, видишь, такие формочки рисуют. Нет. 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 Спасибо. Прозовую пантеру начали, этот мультик еще в 1960 году начали выпускать в Америке. Вперед с 1964 по 1980 год, он вышел после художественного фильма. Это старый мультик, но сейчас модно на ретро героя, поэтому я часто вижу красивые футболки или какую-то рекламу с розовой пантерой. Атик и Лео, это российский сериал. Он вышел не так давно. Сейчас найдем в каком году. Он вышел в 2016 году. Есть даже сейчас новые серии, еще выпускают. Я давно уже не смотрела, а надо посмотреть. Замечательный мультик, особенно если есть новые серии, вообще не смогут смотреть. У всех все получилось. Получилось? Вы большие мультики. У меня два любимых мультика. Тики Лео и Рапунцель. Да, Рапунцель тоже красивый мультик. Вообще сейчас очень много красивых мультиков. И Царевны, да? Тоже красивый мультик. Мне нравится мультик. Рапунцель очень хороший мультик. Да, я тоже очень люблю. И Сказочный патруль люблю. Сейчас очень много замечательных мультиков. Да, Вероничка, показывай, солнышко. Чуть-чуть ближе к камере. Сказочный патруль рисовали? Сказочный патруль, да, кажется, мы рисовали. Эх, жаль только, что у меня не было в этот день. Мы можем еще раз взять рисовать, ничего страшного. Значит, в следующий раз мы нарисуем Тик и Лео, а еще через раз нарисуем Сказочный патруль. А, еще раз, можно ли тебя к себе, когда я просто только вчера начала заниматься водителем? Хорошо, хорошо. Сделаем еще раз. А это потом монстры на каникулах. Что? Слышь на каникулах. Не слышу, немножко громче. Монстры на каникулах. Монстры на каникулах? Мне нужно выйти. Монстры на каникулах. Только вы мне напомните, хорошо? Чтобы я не забыла. Монстры на каникулах. Мне еще Виеринки нравятся. Какой? У меня вопрос. Да? Виеринки. Мы рисуем не только из мульчашных персонажей. Мы же еще тут рисуем, ну, каких-нибудь из современных мульчиков. Не таких мульчашных. Рисуем. Рисуем. Рисуем в России. Там можно штурмовика нарисовать. Штурмовика можно нарисовать там. Ну, хорошо, мы подумаем над этим вопросом. Пока что у нас уже есть, да, на несколько уроков вперед. Нарисуем. Тогда будем рисовать. Мы рисовали уже супергероя. Так что можем потом, конечно, подставать. Открытых себе у героев из... Халка, да? Халка. Да, тихо. Халка мы рисовали. А, ну, значит, можно. Понятно. Можно? Да, показывай. Я хочу еще сказать свой мультик любимый. Мия и я. Как? Мия и я. А, Мия. Мы, по-моему, тоже рисовали. Там дракона, да? Голубого дракона? Да. Да, мы уже рисовали тоже. Ну, мы будем возвращаться, да? Мне еще беззубик нравится. Что? Мне еще беззубик нравится. И беззубик мы рисовали. Не так давно, кстати. Можешь в Ютубе посмотреть. Найди уроки. Школа свободных наук. И посмотри, там есть уроки рисования. Беззубика мы как раз недавно так рисовали. А мне нравится еще на кириллу. Ну что, ребят, все нарисовали. Кто хочет показать, у нас есть пару минут, чтобы вы показали, а потом будет следующее занятие. Умничка, Мария. Молодец. Очень красиво. Да, молодец. Здорово. Кто еще? Мне еще нравится мультфильм «Холодное сердце 2». Вот так? Да, мы рисовали тоже. Ну, солнышки, кто-то еще покажет? Элина, покажешь? До свидания. Молодец. Здорово. Молодцы, ребята. Вы большие молодцы. Очень было приятно с вами пообщаться, вас всех сегодня увидеть. Приходите к нам на следующий урок. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания. Спасибо за уроки. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров И.Семкин Корректор А.Егорова